Приветствую вас. Юлия, давайте разберем ваш вопрос. Год назад узнала, что муж изменил, и сам в этом признался. Смотрите, измена является травмой, как для того, кому изменили, как и для того, кто изменил. Измена всегда. Это правда. Но вместе с тем, измена, это следствие вашего конфликта, следствие вашей проблемы в семье, следствие проблем именно между вами. И, в общем-то, вы эту проблему описываете, что мужчина говорит, что у него нет любви к вам, что любовь к вам у него прошла. Соответственно, вы, как бы, этот момент абсолютно игнорируете, что у него к вам нет любви. Вы никак это не комментируете, и самое здесь, как бы, важно, что ответственность за измену вы перекладываете на своего мужа. Вы не видите своей ответственности в том, что произошло, но отношения строят двое людей, и двое людей ответственны за то, что в отношениях происходит. Потому вам необходимо взять свои 50% ответственности, и я думаю, что вам необходимо свои 50% проработать. То есть, какие, какие конкретно ваши действия привели к тому, что ваш муж вам изменил? Что не устраивает вашего мужа вас? Почему прошла любовь к вам? Что изменилось в вашем поведении, или, может быть, вы просто друг к другу не подходите? Вот на эти вопросы, как минимум, нужно поискать ответы. С другой стороны, очень важно вам помочь прошить травму, которая была нанесена вам изменить. Очень важно, чтобы тот негатив, который она за собой несет, перестал вас беспокоить. Это и заниженная самооценка, и страх одиночества, и сравнивание себя с другой женщиной, и ревность, и, может быть, что-то еще. Все эти вещи, которые могут у вас быть, необходимо проработать, чтобы вас кто-то не беспокоил. И чтобы, самое главное, это не влияло на ваше поведение, потому что, если это будет влиять на ваше поведение, то ничего хорошего вы не сделаете в отношениях с мужчиной своим. Дальше. Сказал, что больше его та женщина не интересует. Я его простила. Обещал все контакты с ней порвать. Ну, смотрите. Здесь вы, конечно, в какой-то степени совершаете ошибку, потому что... Он говорит, что больше его та женщина не интересует. Но если он изменил вам с ней, да? Если вам с ней изменил, то... Значит, его что-то не устраивает об отношениях с вами. И... Значит, это может повториться. Что-то... Хорош. Поэтому... Крайне важно, чтобы вы не просто простили своего мужа, а чтобы вы поработали над отношениями. Чтобы не только он, значит, был у психолога тоже, но и вы. Чтобы вы тоже обратились к психологу, а желательно вдвоем, вот. И разобрали бы эти моменты, эти моменты, вот. Ну, связанные с тем, как бы, в чем неудовлетворен ваш муж. Может быть, и вы. Тоже... В чем-то неудовлетворены. Вот. Это врат. Дальше. Так, значит, спустя время снова с ней связался и снова изменил. Ну, правильно, потому что потребность неудовлетворена, конфликт не разрешен. У вашего мужа, я имею в виду. Спросил у него напрямую, зачем он это сделал. Ну, понимаете, зачем он это сделал. Вопрос, поставленный так, звучит как обвинение. Вот. На самом деле, чего тебе хотелось, когда ты так поступал? Вот. Вот был бы такой, эм... Прави... Ну, такой, более, корректный вопрос. Эм... Здесь, в этом смысле. Потому что... Зачем это... Обвинение, а... Обвинение, оно... Вызывает... Ну, желание... Желание защищаться. На самом деле. Только лишь. Вот. Поэтому... И вопрос, зачем, он... Ну, не совсем... Такой, корректный. Все-таки. Потому что... Все понимают, что... Подобное поведение, оно... Как бы, ну, не самое лучшее, да. Что оно аморальное, немного... Ну, по крайней мере, осуждается. Вот. И это делается незачем. Незачем. Отвидел, что не знают. Не хотел этого, но что с ней чувствует себя как ребенок. Ну, смотрите. Детского с ней чувствует себя как ребенок, значит... Вы не совсем той модели... Модели... Женского поведения придерживаетесь. Которая... Вашему мужу нужна. То есть, грубо говоря, вашему мужу... Хочется... Хочется... Больше, наверное, быть... Ну, наверное, больше быть... Таким, знаете... Пассивным... Ну, в отношениях. Вот. Ему хотелось бы больше быть именно пассивным в отношениях. Эм... Как... Эм... Но... Вы им этого не даете. По большому счету. Вот. И... Соответственно... Соответственно... Эм... Как бы... Это снова и снова здесь... Встает. Снова и снова дает... О себе знать. Эта история. Вот. То есть... Ваш муж хочет чувствовать себя ребенком. Вашему мужу отягостит ответственность, которая на нем лежит. Значит... Эм... Именно... Идея ответственности... Идея распределения ответственности... Эм... Очень важна. Здесь. Дальше. У нас дочка 7 лет. Я еще незапланированно забеременела. Поначалу все ответственно забеременно звали на меня. Сейчас говорит, что любит... Эм... 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 Смотрите. Незапланированно забеременела, да... Эм... Эм... Вызывает вопрос. Вот. Потому что... Эм... Эм... Все-таки... Эм... Что значит незапланированно забеременела? То есть... Эм... Ну... Как-то это немного странно. И на мой взгляд... Без... Безответственно. Эм... Эм... Я вас не обвиняю, да? То есть, обвинений у меня нет. Эм... Я не обвиняю вас. Но... Просто говорю о том, что это... Это вот в какой степени выглядит безответственно. Эм... Эм... И что касается... Мужчины, то очевидно что его... Его же ответственность тяготит. Да, т.е. вот, как бы, его тяготит те обязательства, которые, которые от него требуются, условно говоря. Да, т.е. так, значит, ну тут я узнал, что он снова с ней общается, пытался добиться от него честного ответа, для чего? Ну, честный ответ такой, что он с ней получает то, чего не получает с вами. Вот, собственно, и ответ. Другой вопрос, что вас это, скорее всего, не устроит. Т.е. вам, ну, вам, скорее всего, этого будет мало. Вот, и вы, как я думаю, такой ответ, скорее всего, не примете. Вот, как мне кажется. Потому что, опять же, вы такое ощущение, да, вот, что обвиняете человека, именно пытаетесь обвинить его. Ну, как бы, дело здесь, в общем-то, не в том, чтобы обвинять человека, а в том, чтобы именно понять, чего не хватает ему, например. Вот. А вы, ну, я бы не сказал, да, что вы, вот, прямо, прямо пытаетесь понять человека, пытаетесь понять, почему он так поступил, что для него важно. Дальше. Он не сказал, что физически он себя может остановить, но эмоционально не готов. Он не скрывает, что давно любви ко мне у него нет, что он уважает меня, не хотел бы, чтобы я знал об этом общении. Ну, опять же, здесь, вот, можно, скажем так, да, спросить у вас. То есть, если человек вам, там, ну, говорит напрямую, что, а, любви нет, к вам, у него. Вот. А, что дальше? То есть, вы готовы, как бы, дальше быть в отношениях с ним? Готовы ли вы делать что-то, чтобы эта любовь появилась, к примеру? Потому что, ну, сама по себе она не появится, это очевидно, я надеюсь. Вот. То есть, тут, вот, опять же, эти моменты. А вы, такое впечатление, что этого, как бы, не замечаете или не обращаете на это свое внимание. Вот. Дальше. Эм, так, значит, эм, говорит, возможно, я почистку к тебе снова чувство любви, но нужно избавиться от этих чувств. Эм, не от чего избавляться не нужно, чувство желательно раскрывать, а не избавляться от их. То есть, вы, эм, здесь не в совсем верном ключе. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Вот. Дальше. Значит, эм, он разговаривал с психологом по поводу этого, что он выбрал семью. Ну, опять же, семью, эм, нельзя выбрать, да? Эм, семью нельзя выбрать. Можно выбрать людей, но не семью. То есть, то, что ваш мужчина, по факту, выбирает семью, это знак довольно тревожный. Потому что, что такое семья? Семья. Это просто социальное образование. Правильно. И всё. Вот. И очень тревожным, на мой взгляд, фактором является то, что человек выбирает семью. Не детей конкретно, да? Не вас, как свою жену, а семью. То есть, просто образование, просто так вот, вот, так правильно, грубо говоря. Вот. Ну, опять же, очень важный момент, эм, как он делает выбор. Как человек делает выбор? Человек делает выбор, например, эм, головой, или человек делает выбор эм, эм, сердцем, душой. Мне показал, мне показал, что в большей степени ваш мужчина делает эм, свой выбор эм, не сердцем, не чистым, а головой. То есть, старается поступить так, как правильно поступить. Вот. Ну, к сожалению, поступать так, как правильно, не всегда полезно. Вот. Ну, а часто, даже время, как вы сами можете это, я надеюсь, увидеть. Дальше, эм, резко прекратить общение с этой девушкой он не может. Он и не сможет с ней прекратить общение до тех пор, пока будет от этой девушки получать то, что ему нужно. Человек себе не враг и, эм, как бы, во время действовать не будет. Так что, эм, вот у меня такое ощущение, да, сложилось, что, эм, вы как будто ждёте, эм, как будто ждёте, эм, что всё само собой образуется. Эм, нет, не образуется. Эм, необходимо работать. Необходимо работать, необходимо, эм, менять свои модели поведения. Вот. Это очень важный момент. А так, эм, само собой, ничего не происходит. Вот. Дальше. А, значит, психолог сказал, что это патология, она должна пройти постепенно, что резкий отказ ни к чему не приведёт. Это не патология. А, вообще, психологи не занимаются определённым патологией, если честно. Вот. И, так же, мне не совсем понятно, эм, если с психологом общался ваш, эм, муж, то, э, откуда вы знаете про его патологию? Эм, что-то здесь не совсем, не совсем понятная история. И, как бы не была нарушена, эм, конфиденциально, в том числе, ну, действительно. Вот. Я очень надеюсь, что она не нарушена. Далее. Далее. Эм, так, я хотел бы знать, это действительно так? Нет. Сколько времени может на это уйти, чтобы всё прекратилось? Нисколько. Если вы не готовы, не готовы сами работать над отношениями, и если, э, по большому счёту, э, вот, то, что вы делаете, да, вы, например, обвиняете только своего мужчину в том, что произошло. Вот. При этом, э, свою ответственность вы, э, по факту, ну, как бы, э, свою ответственность вы отрицаете. Вот. Вот. Так что, нисколько. 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 Э, если вы будете действовать, э, так, если вы будете действовать, э, так, если вы будете действовать подобным образом, то, э, ситуация не изменится. потому что и людей просто не ищего, образно говоря, не ищего будет менять, нет никаких оснований для того, чтобы ситуацию менял. То есть вы по факту даже не говорите своему мужу, что вот для меня это неприемлемо и все, я с тобой больше не буду в отношениях. Вот даже такого смысла, он своему мужу не говорит. А он с одной стороны не испытывает хам теплых чувств, уважает, что очень неплохо, а с другой стороны видит, что вы не уходите, что вы готовы простить, ну и зачем ему что-то менять в этой ситуации. Дальше. Так, он говорит, что скоро все закончится, когда читаешь переписку, это совсем не похоже на окончание отношений. Продолжается признание в любви, фокусство друг друга. Я не знаю, как себя вести в этой ситуации. Вам нужно разобраться в себе и более цельно продвигать, я бы так сказал, продвигать свою модель поведения. Потому что сейчас ваша модель поведения, она такая, я бы сказал, достаточно пассивная. Вот. И при такой модели поведения, когда вы по факту ждете, что все изменится само собой, в общем-то ничего хорошего не будет. Вот. Видите, то есть личная ответственность, Юлия, вот именно вопрос личной ответственности здесь мы затрагиваем. Вот. Помогите, нормально ли это? Ну, для вашего мужа, с учетом того, как ведет себя вы и его состояние, да, это нормально. Для вашего мужа это нормально. Вот. Нормально ли это для вас? Хороший вопрос. Вы ведете себя так, как будто в целом нормально. В целом. Вот. В целом неплохо. Вот. Я понимаю, что вам не нравится, вам неприятно, но в целом нормально. Вот так вы себя ведете, к сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Продолжение следует... Продолжение следует...